Здравствуйте! Здравствуйте! К сожалению, большую часть случаев привозят, конечно, они. А чем же так страшна корь? Почему ее все боятся? И сейчас в новостях мы часто слышим об этой болезни. Ну, наверное, начнем с того, что корь – это типичная вирусная инфекция. И сколько существует человечества, столько вместе с человеком существует и корь. Это уже давно известно. И раньше от коря, до 16-17 век, от коря умирало примерно каждый сотый человек. И каждый третий, четвертый имел какие-то осложнения. Потом научились мы лечить эти осложнения. Появились антибиотики, современные методы диагностики. И сейчас статистика лучше, но все равно неутешительна. Примерно летальность составляет один случай из тысячи. И осложнение, опять же, два-три случая из тысячи. И боимся, большей частью, не только корь, а ее осложнения. Потому что корь очень сильно влияет на иммунную систему и на нервную систему. И очень легко наслоить бактериальные инфекции сверху. Самое страшное вообще осложнение кори – это у нас менингенцефалита, коревые пневмонии. В ряде случаев возникает слепота, глухота и нарушение желудочно-кишечного тракта, который вызывает сильную диарею и очень резкое обезвоживание. Особенно это опасно у маленьких детей. Вот эти осложнения, они могут появиться у кого угодно? Или к ним больше склонны, например, дети, пожилые люди? Или от возраста это никак не зависит? Ну, сейчас по статистике звучит так, что чаще кори болеют дети до 5 лет. И дети, точнее не дети, а уже взрослые, старше 20 лет. Потому что до 5 лет иммунитет до конца не сформировался. А старше 20 иммунитета может и не быть. Какое-то время мы вообще забыли, собственно говоря, не слышали особо о случаях заболеваемости корей. Но в какой-то степени болезнь была на какое-то время побеждена. Почему сейчас все это возобновилось, как вы думаете? Ну, тут получается так. За кори мы платим какую-то определенную цену. Эта цена составляет один летальный случай на тысячу заболевших. И получается суть так. Если 100% населения, тут должно по сути население человечество, наверное, выбрать само. Если 100% населения не будет прививаться, значит корь будет существовать популяцией. И все дети в раннем возрасте переболеют. То есть взрослые болеть уже не будут. У нас сейчас получается ситуация такая. Часть прививается, часть не прививается. И шансов заболеть корью в раннем возрасте, когда все проходит легче, меньше. И поэтому в связи с этим стали болеть чаще взрослые. И при этом кори, я так понимаю, не ветрянка, когда лучше все-таки переболеть. Лучше, наверное, привиться. При ветрянке тоже лучше привиться. При ветрянке, да, тоже привиться. Я как человек, переболевший 19 лет, это подтверждаю, наверное, лучше привиться. Корь 100% контагиозная инфекция. То есть заболевший, человек, который пересекся с тем, кто болеет корью, 99,9% случаев заболеет корью. И корь опасна тем, что она воздушно-капельная инфекция. И человек дышит, вокруг него большие водные, воздушные пространства. И если человек на первом этаже девятиэтажного дома заболел корью, то в контакте и в эпид-показаниях вообще обследования находятся все девять этажей, даже те, которые живут на девятом этаже. То есть то, что это передается по вентиляции, это не миф? По вентиляции, конечно, это так и есть. 100% контагиозная инфекция. И при дыхании корь, примерно, в окружающем воздухе, сохраняется 2-4 часа. То есть инкубационный период, скажем так, от контакта с заболевшим человеком до проявления болезни какое время проходит? Ну, инкубационный период, он может быть до 10 дней. Соответственно, один заболевший или находящийся в инкубационном периоде может заразить до 15-18 здоровых людей. То есть, соответственно, вот этот вот круг достаточно опасен, потому что тот, кто был в контакте и в инкубационном периоде находится, он еще об этом не знает. Соответственно, он спокойно общается, посещает все эти учреждения, которые ему надо по долгу службы, по жизненным каким-то ситуациям. И, соответственно, большой круг вот этих вот контактных потом образуется. Особенно, если это детские коллективы, детский сад, соответственно, школа. Сейчас, так как болеют взрослые, это вузы. Ну и дальше место работы уже, если это взрослый человек работающий. Карантинные мероприятия, как правило, они идут до 21 дня. То есть отслеживают всех, кто контактировал через какой-либо способ. То есть в том числе вот эти вот сообщения межквартирные, вентиляционные и так далее. И дальше уже проводятся противоэпидемические мероприятия. А какие первые симптомы у кори, на что нужно обращать внимание? Как правило, у кори это резкое начало внезапное. То есть можно ее сравнить еще с гриппом по быстроте развития. То есть это, как правило, очень высокая температура, интоксикация. Первые признаки, которые можно, скажем так, заподозрить, что это корь на слизистой ротовой полости, на внутренней поверхности щек появляются такие специфические пятна. Филатого коплика, если по-научному их сказать. Но они такие, как больше по коже, как если ребенок прикусывает слизистую, соответственно, они такого геморрагического немножко характера. Не всегда их родители, соответственно, видят, не всегда их врач может увидеть, потому что не все обращаются с первых часов болезни или с первых дней. Соответственно, это один из патогномоничных признаков, то есть тот, который 100% характерен для кори. Соответственно, дальше у нас нарастание катаральных симптомов в параллельной температуре. Появляется конъюнктивит. Конъюнктивит достаточно серьезный, выраженный. А присутствует светобоязнь, то есть когда совершенно невозможно смотреть на что-либо, то есть это обязательно приглушенный свет, потому что иначе это вызывает очень сильный дискомфорт и очень болевые ощущения. Соответственно, идут гнойные выделения. То есть здесь идет, кажется, максимум того, что возможно. Любые другие катаральные явления. Влажные любые кашли, приступообразные катаральные явления со стороны соглотки. И дальше у нас появляется сыпь. Сыпь – это второй, скажем так, характерный признак для кори. Коревая сыпь имеет свои особенности. То есть вот у нас много детских инфекций, которые звали раньше детскими, которые имеют свои особенности. Соответственно, корят, как правило, крупные папулы. Характерная этапность. То есть начинается все с верхнего этажа. То есть сначала это у нас идет голова, лицо, шея. Соответственно, за ушами характерное наличие. И они вот достаточно крупные. То есть если сравнивать с какой-то другой сыпью, то отличаются размеры. И это спускается вниз. То есть голова, грудь, живот, ноги. И постепенно так сходит вниз. И другая характерная особенность для кори – это, соответственно, пигментация после этой сыпи. То есть если, в принципе, ребенок переболел, и какие-то вопросы были, или не обращался за медицинской помощью, и встает вопрос подтвердить или как-то опровергнуть, например, в течение на пятый, на шестой, на седьмой день болезни, то можно по этой пигментации, соответственно, кори тоже подтвердить. Хотя вот один случай кори, который я видела, вот недавно, соответственно, оно тоже было после десятого дня, пигментации не оставалось. В общем, мы долго с папой выясняли, но лабораторно подтвердилось. То есть антитела, иммуноглобулин М, который говорит о свежем заражении. В общем, было такое нетипичное, нехарактерное течение. У старшей сестры по контакту, соответственно, корь была классическая, у младшего ребенка. А корь вот такая вот, в общем, не очень понятная, без конъюнктивита, без вот этой пигментации. Но все-таки анализы, они, скажем так, подтвердили. В случае появления вот этих симптомов, наверное, первое, что мы делаем, обращаемся к доктору, правильно ли? Ну, это желательно. Ну, это не то, что желательно, это обязательно. Потому что корь, это такая инфекция, которая должна лечиться в инфекционных больницах, в специальных боксах, чтобы предотвратить вот эти вот контакты именно, воздушно-кабельные. Ну, соответственно, контролировать все вот эти жизненные функции. И человек получается заразный уже вирусом, получается заразным для окружающих за 1-2 дня до начала вот этих вот, как Юлия Сергеевна перечислила, симптомы. А что делать, если был контакт с человеком, который заболел курью? Можно ли себя как-то в этот момент обезопасить? Ну, там понятно, что чеснок не спасет, а что нужно сделать? По эпид-показаниям, то есть, если человек был в контакте, карантин на этих людей, в группах, в садиках, в школах накладывается с 8 по 18 день для неболевших корью или с 8 по 21 день, кому вводили иммуноглобулин. По контактам обязательно делается вакцинация первые там 72 часа. Или если человек имеет какие-то иммунодефициты, сложные заболевания, диагнозы, вводится иммуноглобулин противокоревой и все и дальше наблюдается. А в такой ситуации, введением, скажем тогда, иммуноглобулинов нельзя ли усугубить ситуацию? Если, например, все-таки заражение уже произошло и ввели... Ну, иммуноглобулин это наши, по сути, первые, ну не первые, но наши защитные клеточки. Поэтому они наоборот, если произошло даже заражение, они будут играть защитную функцию. Потому что к моменту, когда вирус наберет какое-то определенное количество в организме, уже будут защитные клеточки, которые побыстрее помогут... Помогут... Организм будет усилен. Да, защитить побыстрее помогут его. Да, с этим больше. В любом случае это будет плюс. Ну, иммуноглобулин вводят только очень ослабленным иммунодефицитным людям. Все остальные, это у нас вакцинация. Ну, мне кажется, сегодня обязательно нужно поговорить о мерах профилактики, да, кории. Я так понимаю, что он один. Это вакцинация. Ну, как бы, да. Это вот, по сути, это основа осознанного родительства. И это очевидный выбор, это только вакцинация. Ну, или переехать на какой-то необитаемый остров, где ты один живешь. Ну, уже, да, и не только родительства. То есть это касается и взрослого населения теперь больше даже, скажем так, чем родителей детей. Потому что сейчас уже и родители сами должны подумать о себе. Потому что они могут заразить своего ребенка в обратную сторону. То есть раньше дети начинали болеть и заражали взрослых. Теперь уже взрослые заражают взрослых. А, соответственно, эти взрослые заражают уже своих детей. В общем, это теперь такой порочный круг сформировался. Прививка от курии, она обязательна. Она же входит в национальный календарь прививок, правильно? В каком возрасте дети должны делать вакцины? В национальный календарь она входит, считается обязательной. Но нет у нас таких мер, которые мы могли бы заставить как-то родителей или как-то на него повлиять. Если родители решили отказаться, то они имеют на это право. То есть, безусловно, это не какое-то такое суперобязательное средство. Обязательно, да, при желании государство обеспечивает вакцины бесплатно в определенной возрастной категории. То есть в плановом порядке вакцинируются дети с 12 месяцев. Соответственно, второе введение в нашем календаре, не будем смотреть зарубежный, это идет 6 лет. Если первая вакцинация была, соответственно, в 12 месяцев. Вот по эпид-показаниям самое раннее введение можно с 9 месяцев осуществлять. То есть, если ребенок младше 9 месяцев, то, соответственно, никаких манипуляций не проводит. Если все-таки он был по контакту. И дальше у нас нюансы идут от, если мы говорим про взрослых людей, то, опять же, по эпид-показаниям, зависит от того, когда человек родился. То есть календарь национальный менялся, и, соответственно, введение вакцинации от кори в планном порядке было только введено с 1968 года. Соответственно, все взрослые, рожденные до этого года, они не привиты корью ни разу, соответственно, если не случалось каких-то ситуаций. То есть это важно сейчас понимать и знать, соответственно, вспомнить свою дату рождения и понять, что нет совершенно никакого иммунитета. А есть ограничения по возрасту, например, там до 70 лет можно сделать прививку, после уже нежелательно, потому что... Нет, таких возрастных ограничений нет. По сути, да. Молодым людям надо подумать о защите своих родителей и своих же детей тут. Да, да, да. Дальше у нас вторая вакцинация велась после 1991 года. То есть, соответственно, вот я 1985 года у меня, как оказывается, я сертификацию так и не нашла, только одна доза, соответственно. Ну, я вот с учетом эпид-ситуации сначала хотела вакцинироваться, потом по воле случая сдала параллельный анализ, потому что сдавала другие анализы. И у меня есть антитела в хорошем количестве, соответственно, не можно вакцинироваться, но нет в этом необходимости. Вот. После 1991 года все рожденные вакцинировались двукратно. Поэтому, в принципе, иммунитет, как правило, после вакцинации очень хороший, то есть, сохраняется у большинства до хорошего возраста, до определенного, но нюансов очень много. То есть, соответственно, если есть вопрос по поводу вакцинироваться или нет, сейчас говорю про взрослое население, соответственно, желательно сдать анализ. Если есть какие-то вопросы, можно вакцинироваться и без анализа. То есть, вакцинация, даже если у вас есть иммунитет, она не повредит и не окажет какого-то неблагоприятного влияния при наличии собственных антител. Вот что касается родителей, а как много сейчас, ну, скажем так, все-таки не очень сознательных родителей, которые отказываются от прививок, и чем они свой отказ объясняют? Почему? Ну, я даже не хочу объезжать родителей и называть их неосознанными. То есть, как правило, у каждого родителя есть какая-то своя определенная боль. То есть, вот эта вот популярность сейчас, это такая модная тенденция, тренд не вакцинировать своего ребенка, и это в первую очередь обоснованно тем, что ты ему оказываешь, наоборот, еще большую защиту. Потому что очень модно распространять мнение о том, что вакцины содержат различные вредные вещества, которые приводят к очень-очень-очень тяжелым последствиям со стороны ребенка. Ну, часто называют вообще глобальный заговор, говорят. Да, что наставят опыты, США хочет нас истребить. Ну, в общем, каждая своя теория. У кого-то там есть какие-то истории, истории, истории. Страшные болезни, прививки, говорят, называют. Вот. То есть, проблема у нас как бы с двух сторон. Иногда мама не может найти поддержку со стороны медработников в том плане, чтобы ей адекватно эту информацию донесли. Там нет времени, ну, много-много факторов. То есть, как бы часть вины на медработниках лежит. С другой стороны, если маме что-то непонятно, она начинает сказать это в интернете. В интернете у нас сейчас находится абсолютно все. Много всего интересного находится. Да. И очень много людей, которые каким-то образом в этом заинтересованы. Целое вот в Инстаграме сообщество, там по 500 тысяч, по 800 тысяч подписчиков, которые, вот это антипри, сообщество, которое, они вот живут одной этой идеей, что вакцинация это очень большое зло. И никакие доводы, объективные заболевания, то есть, они в это не воспринимают. То есть, как такое помешательство легкое, даже как бы уже нет сил и желания что-то объяснять, потому что просто это глухая стена. Обычно глухая стена это разрушается тогда, когда с этим ребенком что-то происходит, ну, реально заболевает. Слава Богу, тех, кого я видела, все более-менее благополучно, но они пересматривают. То есть, они понимают, что это их ответственность, а не ответственность того человека, который эту информацию распространяет. А что это выбор родителя, это ответственность за своего ребенка, за свою жизнь, а не то, что там кто-то, соседи, говорит. И вот ко мне приходят на прием, и каждый, каждый рассказывает мне про какие-то случаи. Очень страшные, очень все плачевные, все грустные, но я не вижу вот этих случаев. И никто лично их не знает, им кто-то рассказал. Да, то есть, все знают, вот, седьмая вода на киселе, от соседа, 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 там, вот. Я говорю, ну, понимаете, покажите мне, хоть приведите, хоть одного я сама посмотрю. Вот этого нет. То есть, это на слуху, безусловно, у родителей вот это доверие снижается. Они, безусловно, боятся. Вот. Но мы над этим работаем. Тяжело, но работаем. Да, Павел, а есть ли из вашей практики, можно сделать какую-то вывод, как изменяется отношение людей к прививкам? Может быть, антипрививочников все-таки становится меньше, или это число примерно одинаково? Ну, смотрите, как бы, если немножко отойти от темы, вообще в прошлом месяце Россия получила статус страны, которая освобождена от краснухи. От краснухи 100%. Как бы, председатель ВОЗ нашему министру вручил и грамоту, и как бы, и заключение, что, ну, как бы, больших результатов достигли. И эти результаты достигнуты благодаря вакцинации. Сейчас у нас примерно, может быть, один случай на 100 тысяч. Это очень маленькая статистика. По плану, у нас в России стояло на 2020 год освободить от кори. Ну, получилось так, что с 2008-2009 года очень сильно началась тенденция вот этой антивакцинации. И обычно, как идет? Антивакцинальное, наверное, вот это движение началось с того, что до этого очень много делали вакцинации прививок. Дифтерия, краснуха, паротит и так далее. И эти болезни потихонечку уменьшались, они проявлялись реже, и люди уже перестали их бояться. До этого про кори любые книжки начала 20-го века посмотреть, люди очень боялись коря. Прямо и все деревни. Это было объективно, обосновано, что это было рядом. Сейчас, то есть, получается, вакцинация действует, по сути, и себе назло. В связи с тем, что много было вакцинированных, болезнь немножко исчезла, и люди подумали, а что вакцинироваться, если болезни нет? Да, то есть, начинает шевелиться только, когда это случается рядом. Получается, болезнь, по статистике, в ВОЗ и везде, может исчезнуть тогда, когда привито 95% населения. Это самое идеальное. То же самое у нас же во всем мире произошло и с оспой. То есть, оспа была ликвидирована, и осталась она только в трех лабораториях во всем мире. Хочется верить, что и с корью также отношу. В последнее время, как получилось, в Европе, начиная с 2013 года, потихонечку увеличилось количество кори. За последний год она увеличилась, вот мы смотрели последнюю статистику, в 20 раз. Сейчас там календарь вакцинации от кори, там во много раз больше, чем у нас. Они делают это четырежды, вообще детям, до 7 лет. И в настоящее время, вот даже за прошлый год, именно по коре люди стали как-то более адекватно и вакцинироваться. Это просто, например, у нас на участке, где мы работаем, опять же был пример, заболел ребенок, заболела мама, хотя мама этого не ожидала. Другой пример, заболел папа, потом заболели двое детей. Это как бы очень страшно, это, слава богу, все обошлось. А мама беременна? А мама, да. Ну, как бы были, ну и срок был такой, этот, в общем, отдельное наблюдение маме. Но это было как бы очень страшно в этом плане, потому что целая семья. И вот по коре с 2018 года люди стали, слышат, слышат по новостям в газетах, в СМИ, слышат, какие осложнения и стали вакцинироваться лучше. Но даже учитывая, что сейчас работают с коре, ну, приходится, наверное, ждать, если опять появится дифтерия, это будет вообще что-то ужасное. Потому что дифтерии и календарь перевивок сложнее, и там очень молниеносное течение, и очень много осложнений вообще, и летальность высокая. Ну, хочется надеяться, что обойдется хотя бы дифтерией. Вот, кстати говоря, это не антипрививочники, это мамочки, которые, скорее всего, детей прививают. Один из аргументов сейчас. Импортной вакцины нет, а наша вакцина плохая, от нее последствия, побочный эффект, прививать не буду. Вот есть ли разница между отечественной вакциной и импортной? Да, вакцину от кори мы имеем в виду. Да, меня очень часто этот вопрос задают, и особенно в последнее время в связи, да, с вот этой активностью. Потому что даже те, кто был яростно против, быстро-быстро зашевелились, начали искать, когда не находят, начинают, в общем, на кого-нибудь выходить, кто что-нибудь расскажет, подскажет вообще, куда бежать и что делать. Вот, и я вот по одному последнему запросу тоже специально села изучить состав, потому что до этого я знала, что они одинаковые, но думаю, да, еще раз посмотрю, мало ли, какой подвох. Но состав абсолютно одинаковый по виду вируса, по его количеству, соответственно, по отношению во всех вакцинах импортного производства и, соответственно, нашего, российского. Отличие единственное в чем. Импортная вакцина, это не моно-вакцина, то есть это все в одном, скажем так, шприце находится, соответственно, вводится за один раз. Это удобно. Наша вакцина, у нас ди-вакцина, корепаратит для детей и отдельно краснушная вакцина, соответственно, вводим мы это за две инъекции. Вот в этом единственный минус. По течению, по развитию реакции на вакцинацию, это все идентично. То есть состав у них один, поэтому возможны реакции, они одни и те же. Реакции бывают достаточно редко, это 5-10%. Это не осложнение, это именно реакции, которые объективно связаны с введением. Это, наверное, значит, что вакцинация работает? Это не обязательно. То есть, если нет реакции, то не значит, что вакцинация не работает. Но это индивидуально уже, у каждого определенные есть предпосылки. С 7-го где-то по 21-й день. Протекает по типу легкой вирусной инфекции, небольшая температура сфеврильная, ни разу не видела, чтобы это была какая-то высокая, не слышала, и в инструкции, собственно, этого нет. Катаральные явления небольшие. Может быть сыпь по типу того, от чего мы прививаем. Некоторые ошибочно считают, что этот период заразный. То есть, от вакцинации ребенок становится заразным, он что-то выделяет в окружающую среду, и, соответственно, с ним нельзя контактировать, его надо изолировать и избегать с ним каких-то взаимоотношений. Но это неправильно. То есть, это большое заблуждение. Все сводится к слову «живая вакцина», но это не значит, что она куда-то выделяется. То есть, мы вводим подкожно или внутримышечно, соответственно, у нас нет никаких контактов с окружающей средой. Поэтому «живая» это говорит о том, что иммунная реакция немножко протекает по другому периоду. Соответственно, реакция на вакцину происходит не первые двое суток, как у инактивированных других вакцин, а вот слегка позже. Это единственная особенность по удобству, скажем так, вакцинации. Я считаю, что наша вакцина удобнее в плане каких-то индивидуальных моментов. Бывают ситуации, когда надо сделать только краснуху, надо сделать только, например, паратит, если заболел корью или наоборот. Честно, не знаю, как этот вопрос решают с границей, не выясняла и, собственно, у меня не было опыта. Но у нас, в принципе, пожалуйста, надо девочкам краснуху отдельно доделывать, там, или женщина перед планируемой беременностью, пожалуйста, пришли и сделали. То есть это, не вижу в этом каких-то сложностей, и все переносится хорошо. Своим детям делали двоим нашу отечественную, а Лизе младше досталась импортная, но просто потому, что она была у меня. Назовем это так, у меня, ну, что было под рукой, то, собственно, я сама и делала. Реакции одни и те же были, точнее, ни у кого ничего не было. Ни на нашу вакцину, ни на импортную вакцину. Ну, все, реакция достаточно индивидуальна, поэтому нет, вакцин в первую очередь зависит. А нужно ли как-то к вакцинации готовиться детям, взрослым, что нужно сделать перед прививкой? Ну, в принципе, не надо. Именно коре не надо. Ну, взрослым понятно, что если они думают вакцинироваться, нет. Сдать анализ. Сдать анализ на количество антител, это да. Или просто прийти на вакцинацию. Понятно, что в острый период болезни делать никто не будет, потому что врач, взрослого терапия детей, педиатр посмотрит и уже будут решать по поводу вакцинации. Еще надо просто отметить, что заболевшие корею, после того, как выздоровели, они очень длительно имеют иммуносупрессию. То есть иммунитет может год, два и три быть очень сниженным. Поэтому за этими именно детьми, ну и взрослыми, приходится сильно наблюдать какие-то особенные меры профилактики и так далее. Вот это должны все понять, потому что взрослые стремятся выйти на работу, на контакты, детей надо побыстрее в садик. Да, и тут надо отметить момент, опять же, наверное, мы не сказали, что ребенок считается заразным. И потом, получается, когда появилась сыпь, отсчитываем 5 дней, и он уже не заразный. То есть может общаться и контактировать. Вот это как бы тоже момент такой. Наша отечественная вакцина, она есть в наличии. Можно прийти и сделать прививку тем детям, которым она полагается, да, по возрасту, но и тем, кто хочет обезопасить себя от кори. Правильно? И взрослых в том числе, да. Это надо и обязательно делать надо. Я вот еще хотела немножко добавить по поводу вот этого иммунодефицитного состояния. То есть я бы даже сказала, что это не то, что снижен иммунитет. То есть у нас 2 вирусные инфекции, которые, ой, даже 3, которые значительно влияют в худшую сторону на состояние всего иммунитета. То есть это у нас инфекционный мононуклеоз, от него нет вакцинации, собственно, мы от него никак не можем защититься. Витряная оспа, от которой есть вакцина, и желательно мнение, что лучше переболеть, пересмотреть. Потому что те мамы, которые этого ждали, потом горько-горько плакали и сожалели о своих словах, как говорится, обрушенных с такой легкостью. И, соответственно, корь. То есть если ветряная оспа вызывает временное и достаточно серьезное снижение иммунитета, то есть это, как правило, может быть до полугода, то есть не такое длительное. То есть снижение иммунитета в чем проявляется? То есть переболел ребенок витрянкой, даже если это было очень легко, температуры не было, несколько высыпаний, отсиделись дома, все прекрасно. То, как правило, потом, когда ребенок начинает посещать детский коллектив, как правило, это детский сад, начинается череда бесконечных вирусных инфекций, наслоений, каких-то осложнений, то есть или еще чего-то. Просто получается иммунитет перестает справляться с той нагрузкой до витрянки, с которой он справлялся, и это было для него нормально. И родители начинают бить тревогу, и как бы не объясняешь, что это сейчас временное явление, то есть тяжело им, безусловно, морально с этим смириться и опять эту витрянку пересматривать. С обратной точки зрения, что не такая она и легкая, не такая она и замечательная, как все про нее говорят. И если витрянки там лечат тяжелые, например, случаи у взрослых или у детей стационар инфекционной больницы, то потом они возвращаются на участок. И вот дальше приходится с ними, собственно, ковыряться, объяснять, разговаривать, лечить от одного, от другого, от третьего, от четвертого. А кори, еще суперфрукт, от нее получается состояние полного отсутствия иммунитета. То есть если мы все знаем состояние ВИЧ-инфекции, то это равнозначно. То есть при ВИЧ-инфекции отсутствует иммунитет, требуется всегда какая-то поддержка. Соответственно, при коре это состояние непожизненное, но оно достаточно долгое. То есть это может быть год, может быть два, может быть три. Вот одного ребенка я наблюдала после кори. И, соответственно, он вот целый год, даже полтора, у него были то пневмонии, то какие-то, в общем, другие истории. И всем было неприятно. Всем, соответственно, от этого страдали ребенок в том числе. И бабушки, и родители. И вот только-только-только, получается, полтора года спустя, вот он более-менее как-то выронился. Не прививались по собственному желанию, прививаются теперь по собственному желанию. То есть теперь у него индивидуальный график, соответственно, с учетом перенесенной кори, перестраиваем без кори. И уже догоняющая вакцинация у нас сейчас идет. Мне кажется, чаще всего в этой области, к сожалению, очень много информации в интернете. И мы читаем, и мы верим. Хотя рядом с нами есть замечательные доктора. Не только Павел, не только Юля. Их очень-очень много. И мне кажется, они могут ответить на любые вопросы, которые касаются прививок и вакцинации. Так что, дорогие телезрители, не стесняйтесь и обращайтесь с вашими вопросами. Лучше все-таки привиться, чем потом долго-долго лечиться от последствий заболеваний, которых можно было бы избежать. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. А на сегодня наша программа завершена. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. До новых встреч на канале ОТВ.